Добрый вечер! С вами Артём Демьяненко и это «Спортивная 10-минутка». На чемпионате мира по футболу в Катаре уже есть первые вылетевшие. Однако самые главные события ещё впереди. Продолжаем следить вместе. Напомню, что все матчи мирового первенства можно с комфортом посмотреть в барах Олибет на территории Латвии. И пока в жарком Катаре в самом разгаре чемпионат мира на ледяной трассе Уистлери стартовал сезон Кубка мира по бобслею. В соревнованиях скелетонистов золото выиграл британец Маркус Вайетт. Стоит напомнить, что тренером в сборной Великобритании по скелетону теперь работает многократный победитель Кубка мира Мартинс Дукурс. В соревнованиях у девушек на втором месте финишировала подопечная Дукурса Броган Кроули. Очередными триумфами Франческо Фридриха начался сезон в бобслее. Что в двойках, что в четвёрках участвовали лишь 10 экипажей. Латвийские спортсмены начнут выступать лишь после североамериканских этапов. В воскресенье в Лепой завершился латвийский футбольный сезон. Метта и Гробеня выяснили, кто в следующем сезоне сыграет в высшей лиге. В первом матче студенты лучше преуспели в реализации и обыграли представителей первой лиги со счётом 2-0. В ответном матче Метта вышла вперёд уже на первой минуте, а к перерыву решила все вопросы, забив ещё два мяча. Вирс лигу покидает лишь Супернова, на чьё место приходит Елгова. Завтра на чемпионате мира будет особенно жарко. Леонель Месси и Аргентина рискуют вылететь из турнира. Для прохода дальше аргентинцам нужно как минимум не проиграть сборной Польши. Но даже в случае ничьи Аргентина может остаться на третьем месте, если в другом матче группы Саудовская Аравия обыграет Мексику. Сегодня у нас в гостях тренер вратарей и футбольный комментатор ТВ3 Спорт Марк Богданов. Добрый вечер. Добрый вечер, Артём. Ну и первый вопрос. Насколько для тебя непривычно, что чемпионат мира проходит зимой? Ну в целом это непривычно и необычно, но как спортсмен могу сказать, что наоборот для любителей футбола это очень хорошо, потому что сейчас именно все звезды футбола и все футболисты в очень хорошей форме, потому что чемпионаты начались, прошли какие-то два месяца, и та форма, в которой сейчас находятся футболисты, позволяет им демонстрировать лучшие качества, и это хорошо для любителей футбола. Возможно, мы наилучшие результаты наблюдаем. Вполне возможно, да, потому что обычно, когда это происходит летом, это после сезонов, они устали, те, кто не попали в сборную, те едут отдыхать, а те, кто, соответственно, попали в сборную, им еще надо играть, и ого-го, бывает и месяц плюсом. Каждая команда успела сыграть по два матча. Кто оставил самое яркое впечатление, кто разочаровал? Ну, если говорить о самом ярком впечатлении, то, конечно, победа Саудовской Аравии над Аргентиной. Это была большая сенсация, и в целом они демонстрировали довольно неплохую игру, и специалисты отмечали, и в том числе я заметил, что играли очень смело. Они играли очень высокая линия обороны, три гола незасчитаны были, и, соответственно, это был такой небольшой сюрприз, и все это отмечали. А если говорить о разочаровании, то, конечно, сборная Германии, я думаю, она демонстрирует сейчас не свою игру. Вчера вот они сыграли 1-1 с Испанией, и если бы проиграли, в принципе, могли бы собирать чемоданы. И еще отмечу, что сборная Бельгии. В очередной раз эта команда, несмотря на наличие большинства звезд в своем составе, они не демонстрируют то, чего от них ждут. На твой взгляд, кто зарекомендовал себя как потенциальная темная лошадка? Ну, если говорить о последних играх, я бы назвал сборную Марокко. Ну, и такая интересная команда, и вполне возможно, что они дадут о себе еще знать. Ну, если мы говорим не о топ-сборных. Если говоря о топ-сборных, ну, я надеюсь, что сборная Сербии себя проявит, потому что там очень ровная команда, нет выдающихся звезд. И первую игру с Бразилией они проиграли 0-2, но у них есть еще все шансы проиграть себя. Как оценишь вратарские перформансы? Кого можно назвать лучшим и кого худшим вратарем на турнире? И является ли, на твой взгляд, ошибка вратаря сборной Японии самой грубой на турнире? Если мы говорим о вратарях, то сейчас, наверное, самый лучший вратарь, который проявил себя больше всех последних в этих двух играх проведенных, то не все команды провели, но все-таки я бы назвал Войцеха Щенсны из сборной Польши. Благодаря ему сборная Польши набрала столько очков, столько набрала. То есть он играет очень важную роль в команде. Также отмечу Миленковича Савича из сборной Сербии. Это очень хороший вратарь, играет в серии А, так как ТВ3 спортканалы показывают А-серию. Соответственно, очень знаком мне, и я за ним слежу лично. Мне очень нравится, импонирует его игра. И если говорить о худших вратарях, как ты сказал, то я бы не называл худших, потому что вратари очень зависимые игроки от своих команд, в которых они играют. Возьмем Кейла Ранаваса, который получил 7 от Испании, играет за Коста-Рику. Но никто не скажет, что Кейла Ранавас плохой вратарь. Соответственно, тоже не можем говорить об этом. Поэтому я воздержусь от таких оценок. И последний твой вопрос был? – Является ли ошибка вратаря сборной Японии, на твой взгляд? – Каждой ошибке надо смотреть, что этому предшествовало. И если говорить об ошибках, то такая самая ошибка, которая мне показалась самой грубой, то она была у сборной Германии. У Нойера, когда они проиграли Японии. Второй гол, там вратарь мог сыграть намного лучше. И он получил гол в ближний угол, он увернулся от мяча. Соответственно, и это повлияло на очень важный результат для сборной Германии. Германия из-за того, что запланированные три очка, они проиграли ту игру. И это поставило под большим вопросом вообще выход их в 1-8 финала. Соответственно, для сборной Японии одно. Но если я говорю о том, как это влияет на результат, то я бы поставил, наверное, ошибку Нойера выше. Есть ли какие-то футбольные или околофутбольные тенденции, которые можно выделить на этом турнире? Очень много говорят о ВАР, о видеоассистентах и про их решение. Соответственно, это такая одна тенденция. Но очень много людей не понимает, как он работает. Соответственно, прежде чем давать им оценки, я бы посоветовал людям, которые хотят это делать, ознакомиться, как вообще он устроен. Эти материалы доступны. Их можно найти и почитать. Соответственно, эти вопросы можно закрыть. Если мы говорим о футбольных моментах, то я еще не заметил, чтобы какая-то из сборных предложила что-то кардинально нового в этих играх проведенных. Но, как я уже упомянул, очень удивила игра Саудовской Аравии, которая очень смело действовала, очень интересно против Аргентины придумала свой план игры. Соответственно, это все сработало, и они произвели очень громкую сенсацию на турнире. Ну и в завершении интервью два быстрых прогноза. Кто выиграет и кто станет лучшим бомбардиром? Я думаю, очень большие. Сейчас очень тяжело прогнозировать, кто именно выиграет, потому что очень много команд действительно хороших, действительно сильных. Но если ты меня спрашиваешь, я больше склоняюсь к тому, что выиграет либо Англия, либо Аргентина, потому что эти две сборные... Аргентина почему? Потому что они уже обожглись. И игра с Мексикой показала, что в критические моменты они очень легко могут собраться и показать свою лучшую игру. Состав им это позволяет. Англия, соответственно, они финалисты прошлого чемпионата Европы. Соответственно, у них еще не поменялось ни игроки, они получили хороший опыт. Соответственно, они могут его сейчас применить и, может быть, исправить ту ошибку, которая не позволила им стать чемпионами Европы. Они проиграли финал Италии. Соответственно, я многого жду именно от Англии. И, ну, так, если можно сказать, меня можно назвать болельщиком сборной Англии. Сегодня у нас в гостях был Марк Богданов. Спасибо за интервью. Спасибо, Артем. На этих выходных продолжим следить за зимними видами спорта. Помимо скелетона и бобслея, в воскресенье начнутся соревнования саночников. Трансляции первого этапа Кубка мира по санному спорту можно будет увидеть на канале ТВ6. Напомню, что теперь бобслей, скелетон и сани каждые выходные на наших спортивных каналах и платформе Гоу-3. После футбольных матчей всегда есть возможность переключиться на главную баскетбольную лигу NBA. В ночь на пятницу очередной матч сыграет Даллас Маверикс Дависа Бертонса. В субботу «Большой бокс» возвращается на каналы ТВ3 Спорт. Тайсон Фьюри и Дерек Чесора побьются за пояс WBC на стадионе Тоттенхэма. Это будет уже третий бой между Фьюри и Чесорой. Два предыдущих боя завершились победами в Фьюри. Уроженец Манчестера считается фаворитом и перед ближайшим поединком. Сегодня на этом все. С вами был Артем Демьяненко. Встречаемся, как обычно, через неделю в это же время на канале ТВ3+. Пока!